Не повторить ЧАЭС. В Якутии увеличили финансирование на борьбу с лесными пожарами. Почет и слава. Айхальский ГОК вошел в реестр лучших предприятий России. Свои дома сидят. Мирненцы не открывают двери переписчикам. И к первой теме. На борьбу с лесными пожарами Якутии добавят 1 миллиард 200 миллионов рублей. Увеличить финансирование на 2022 год решило правительство страны. В частности, финансирование на тушение лесных пожаров увеличили на 309 миллионов рублей. На 640 миллионов рублей вырос объем средств для авиапатрулирования. Дополнительно в штат наберут 184 человека. Также на совете при полпреде президента ДФО Айсен Николаев, глава Якутии, озвучил ряд предложений по противодействию пожарам. Юрий Трутнев их поддержал. Режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба должен объявляться не тогда, когда уже горит лес на территории нескольких регионов, а в момент, когда на территории одного региона начинаются большие пожары, отметил Илдархан. Второе предложение Айсена Николаева упростить заправку вертолетов при тушении пожаров. Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла на 13,5%. Максимальные показатели среди пожилых людей. Об этом изданию Интерфакс сообщила Анна Попова, глава Распотребнадзора. За последние шесть дней мы видим непрерывный рост заболеваемости. И по итогам прошедшей 42-й недели показатель составил 172,1 на 100 тысяч населения, что еще на 13,5% выше, чем на неделе предыдущей, прокомментировала главный санитарный врач. Как отметила Попова, последние две недели наблюдается тенденция роста заболеваемости во всех федеральных округах РФ от 8 до 15%. Тем временем, по данным оперштаба Алроса, за последние сутки в Мертинском районе подтвердили 140 новых случаев заболевания. COVID-19, 96 в Мирном, 28 в Айхале, 16 в Удачном. В Ленске ограничили движение автобусов, а некоторые маршруты вовсе уберут с рейса. Перевозчик ведет измененное расписание в предстоящие выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Таким образом, в Ленске хотят сохранить передвижение людей по городу. Предприятие «Гранит» разместит расписание в инстаграм-аккаунт районной администрации. Пассажирам без масок будут выписывать штрафы. Рейды полиции, санитарных врачей и административной комиссии намечены на выходные. Аэропорт Алмазной столицы перешел на зимний режим работы и готов к холодам. Ежегодное Мирненское авиационное предприятие уделяет особое внимание подготовке к суровым зимним условиям Якутии. Полностью к морозам и густым туманам готов спецтранспорт для обслуживания пассажиров и воздушных судов, техника для уборки снега, чтобы взлетно-посадочная полоса и перрон всегда были свободны от снега и наледи. Проверено светосигнальное оборудование. При необходимости взлетную полосу покрывают антигололедным реагентом, чтобы пилоты могли спокойно производить взлет и посадку воздушных судов. Зимой самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью. Все необходимое для этого закупили. Сотрудники проверили резервные и аварийные источники электроэнергии, а еще закрепили авиационные правила. Стандарты и требования авиакомпаний сдали зачеты. Персонал наш весь прошел соответствующую подготовку и после сдачи экзаменов зачетов был допущен приказами к работе в зимний период. Вся наша подготовка к зимнему периоду направлена на то, чтобы купировать латентные условия, которые будут отрицательно влиять на нашу эффективность по безопасности полетов и качество обслуживания авиакомпаний, выполняющей полеты на наш аэродром. Новые рабочие места, достойная зарплата и социальные гарантии. Сегодня Алроса представила сотни самых актуальных вакансий на онлайн-ярмарке Мирненского района. Работодатели и соискатели встретились на платформе Zoom. В поисках работы по ссылке перешли 100 человек. Места горной, энергетической, строительной, автодорожной и других сферах деятельности предложили 9 представителей от структурных подразделений Алроса. Самая востребованная профессия, как выяснилось во время встречи, водитель. Те, кто ранее не знал о ярмарке, может ознакомиться с вакансиями на портале Работы России. Айхальский горно-обогатительный комбинат вошел во Всероссийскую книгу почета. Это реестр, в котором значатся лучшие организации страны. Если предприятие оказалось в книге почета, это подтверждает его деловую и общественную репутацию, значимость для социально-экономического развития региона. Сегодня АГОК обеспечил рабочими местами 3066 человек. Это шахтеры, водители, проходчики, инженеры, обогатители, крановщики и другие. На протяжении 60 лет сотрудники Айхальского комбината добывают один из самых дорогих драгоценных камней на планете – алмазы. С ноября рабочие приступили к отработке руды «Карьера Заря» в чистом виде на 14-й фабрике, чтобы определить стоимость алмазов с этого месторождения. АГОК – не единственное предприятие Мирменского района. В книге «Подсчет России» рядом в реестре Институт Якут-Непроалмаз, Речной порт «Алмаз-Дортранс», Ленское отделение ОМТС, Дворец культуры «Алмаз», Айхальская больница, Чернышевский рыбоводный завод, Мирненский театр и другие. Кстати, о Мирненском театре. Сходить на спектакль жители алмазной столицы теперь могут по Пушкинской карте. Проект, который позволит россиянам от 14 до 22 лет посещать культурные заведения за счет госбюджета, сейчас внедряют по всей стране. Приобрести карту можно в электронном виде. Для этого нужно создать учетную запись на портале госуслуг, скачать приложение госуслуги «Культура» и выпустить виртуальную карту и ее расплачиваться за билеты. На этой карте автоматически уже лежит 3000 рублей, которые можно как раз потратить, купив билет онлайн. На данный момент можно посетить спектакли Мирненского театра по Пушкинской карте, а также в течение месяца в Алмазной столице планируют внедрить программу в Краеведческий музей Мирного и Дом культуры «Вилюзькие огни» поселка Чернышевский. С первыми трудностями в работе столкнулись переписчики Мирненского района. В гости к жителям сотрудники переписных пунктов, 135 человек, ходят вторую неделю. Говорят, горожане проявляют среднюю активность. Некоторые вовсе не идут на контакт, не открывают двери или не впускают переписчиков домой. Боятся заразиться коронавирусом. Есть и такие случаи, что переписываться не будем, не приходите ко мне. Вот так. Даже так. В таких случаях контролеры составляют список отказников и обращаются за предоставлением данных к управляющим компаниям. Для тех, кто не хочет впускать переписчиков в квартиры, существует еще два способа поучаствовать в масштабном мероприятии. Ответить на вопросы можно на переписных пунктах. В Мирном их 11. Или заполнить переписной лист на портале госуслуг. Однако переписчик все равно пройдет по каждому адресу, чтобы отсканировать QR-код. И к последней теме на сегодня операцию по спасению замерзающей косули развернули в Якутии. Двое рыбаков вытащили животное из воды в Амгинском улусе. Сегодня с зятем рыбачили и увидели, как в той стороне косуля пыталась перейти реку. Видимо, не нашла брод, а возвращаясь, попала на глубину и не смогла выбраться. Вот мы ее и вытащили. Животное находилось в воде около полутора часов. Состояние было крайне измотанным. Мужчины не просто вытащили животное, но и позвонили экологам. Пока инспекторы находились в пути, рыбаки на станции юных натуралистов оказали ослабленной косуле первую помощь. Прибывшие экологи отвезли порнокопытное в ветеринарный участок. Отогрели, дали укрепляющие и противовоспалительные препараты. Позже ее выпустили на волю в охраняемый участок леса. Как выяснилось, рыбаками-спасателями оказались известные якутские спортсмены, участники Олимпийских игр. 1992 года в Барселоне Анатолий Филиппов и его зять. Еще об одной истории спасения говорят в Якутске. Жительница республиканской столицы отпустила на самовыгул собаку. Пес бегал по неокрепшему льду и у плавающего лодочного причала зацепился поводком. Неподалеку на воздушных подушках дежурили судоводители. К ним обратились очевидцы. Вскоре животные вернули хозяйки. Служба спасения провела женщиной профилактическую беседу. На этой приятной новости мы завершаем наш выпуск. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, все публикации доступны в интернете. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин